Привет! Это видео будет посвящено классификации кислот. У меня уже есть на канале по кислотам. Я ссылку оставлю в описании после видео. Сейчас кратко хочу еще раз напомнить, что такое кислоты. Кислоты это соединение, где на первом месте у вас находится водород, на втором группа атомов, называемая кислотным остатком. Как мы классифицируем кислоты? Бескислородные кислоты и кислородосодержащие. То есть понятно, бескислородные здесь кислород не входит в состав. Кислородосодержащие кислоты, в их состав кислород входит. Также вы можете услышать классификацию кислот по основности. То есть одноосновные, двухосновные или трехосновные. Одноосновные кислоты это те кислоты, в состав которых входит только один водород. В двухосновные два водорода, в трехосновные три атома водорода. Значит, двухосновные это, например, сероводородная кислота, серная кислота, сернистая, кремниевая, карбонатная, одноосновная, аш-хлор, аш-фтор, аш-бром, аш-йод, аш-энутри, трехосновная, артофосфорная. Также кислоты делят по их силе. Значит, сильными кислотами считается соляная кислота, серная кислота, слабыми кислотами, угольная или карбонатная, она настолько слабая, что сразу распадается на H2O и CO2. Также слабыми считается сернистая кислота, H2SO3. У меня на канале есть таблица по силе кислот. Что еще нужно? Во-первых, все кислоты нужно знать их название по номенклатуре, ну и можно тривиальное название. Я сейчас в этом видео назову все кислоты, которые здесь представлены. Значит, H-хлор, хлороводородная или соляная, аш-фтор, второводородная, аш-бром, ромоводородная, аш-йод, йодоводородная, H2S, сероводородная или сульфидная, H2SO4, сульфатная или серная, H2SO3, сернистая, HNO3, азотная или нитратная, H3PO4, ортофосфорная или фосфатная, H2SO3, кремниевая или силикатная, H2SO3, угольная или карбонатная. Все названия нужно запомнить. Здесь я их не пишу, просто назвала. По-моему, у меня где-то есть таблица с названиями. И что еще важно, то есть это краткое видео, что еще важно знать по кислотам. Что кислоты вступают с щелочами, вот с основаниями, они вступают в реакции. Эта реакция называется реакция нейтрализации, то есть кислоты и основания это вещества антагонисты. В результате это реакция обмена. И у нас образуется соль и вода. В реакции нейтрализации всегда образуется вода. Если есть вопросы, пишите под видео. Спасибо.